Коренные вопросы русской жизни Да, вот коренные вопросы о русской жизни То есть, шире, чем сегодня Даже шире, чем в Советском Союзе Русская жизнь, ведь она длинная, давно уже идет И не мы первые встречаемся с такими вопросами Которые являются глубокими А главное, не мы первые, кто пытается дать какие-то ответы Ответы на них давали Причем умные люди Таланты, гении Но, как-то, по крайней мере, основная масса Она не с охотой вспоминает это, учится Поэтому нам, людям более-менее прозвещенным Приходится эти вопросы поднимать и напоминать Подумал я И в том числе, как бы, несколько обновляя Или внося такую свежую струю в нашу пропагандистскую работу С одной стороны, она вроде старая, древняя Вопросы эти поднимались там в 19 веке И, наверное, еще и раньше С другой стороны, они поднимаются и сейчас Они стоят и сейчас Другое дело, что не обсуждаются Мы в основном обсуждаем Вопросы агитации и пропаганды текущей Экономики и политики Политической борьбы Вот, а эти вопросы Они носят такой социально-философский характер Не наиболее там крутые Такие основополагающие философские вопросы О смысле жизни О счастье О смерти О смерти И так далее Но вопросы, которые с ними связаны И ведут к осмыслению их Да, я еще повторюсь, что эти вопросы Они коренные Настолько Что им посвящены Или даже они получили особое звучание Название В выдающихся произведениях нашей литературы и политики Скажут Все помнят хорошо Вопрос Кто виноват? Все помнят, кто виноват? Слышали такой вопрос Вы, кто виноват? А кто его сформулировал? Вот, черношеский Никто не знает Констатирую Что в нашей грамотной аудитории В которой этот вопрос тоже звучал А вот кто его сформулировал? И какие были данные ответы? И насколько они сегодня Для нас значимы? Не знает даже Наша просвещенная публика Тем более, да Тем более, значит Нам они интересны, актуальны И их стоит обсудить И это исторический Это был такой первый вопрос русской жизни Кто виноват? Серьезный социальный вопрос И его много обсуждали в XIX веке Георгий Валентинович Плеханов Взял себе псевдоним От фамилии главного героя Товарищ Бельтова Искандер А? Искандер Плеханов Бельтов А нет, Герцин сам взял Значит, то есть Считал, что этот герой Вот он такой важный Революционер У него можно учиться Равняться И так далее И для молодого Плеханова Да, наверное, это Вполне обоснованно Скажем, сегодня Читая Герцена Книга, которая так и называется Кто виноват? Понимаешь, что Да, это Книга и вопрос Они важны постановкой Что вот этот вопрос Поставлен Поставлен правильно Но Его решение С одной стороны Неудовлетворительно Даже для тех времён А с другой стороны Скажем Сегодня Нашим товарищам Можно объяснить Почему Это понимание Герцена Тогда А это сороковые годы Начало сороковых годов Девятнадцатого века Оно Значит, сохранилось С одной стороны А с другой стороны Для нас Это Уже как-то Недостойно Хотя Он висит И некоторые Значит, товарищи Вот они тоже Кто виноват И спихивают На кого-то Я думаю Вот само Это спихивание На кого-то На внешние обстоятельства Которое Сегодня Сохраняется Кто виноват В распаде СССР Известно кто Герцин Горбачев Да? Так? В этой аудитории Не так А в массах Так было КПРФ Мой отец КПРФ Состоял Всю жизнь Последние годы Вот он Значит Горбачев Ельцин Спросить КПРФовцев Они вам В большинстве Тоже скажут Горбачев Ельцин Ну, главный Да? Вот Конечно Внешние обстоятельства Они важны Но все-таки Дело Не только По крайней мере Не только в них Не во внешних обстоятельствах Ни В наши времена Ни во времена Значит Молодого Герцера Хотя Вот Хорошо Что он поставил Такой вопрос Что этот вопрос Обсуждается В том числе И у нас Ну Второй Такой вопрос Я думаю Все товарищи знают И даже уже здесь Вспоминалось Какой второй Такой важный Да Что делать Выяснил Раз Кто виноват Идет второй вопрос Да Что делать А что делать То И сегодня Мы спросим Людей И наших В том числе Да Вот что делать Наши люди Скажут Строить Рабочую партию Партию Рабочего класса Значит Создавать Профсоюзы Организовать Забастовки И вообще Трудящихся На борьбу За лучшее Будущее Социалистическое Так что Тут Вот этот вопрос И ответ У Чернышевского Они Ну более-менее Уже И вопрос Очень Хороший Правильный Что делать И ответ У него Уже такой Близкий Значит К реальности И потом Когда-нибудь Я посвящу Отдельные Лекции И Вопросу Кто виноват И вопросу Что делать А сейчас Хочу наметить Такую эволюцию С одной стороны Эволюция А с другой стороны Небольшую Проекцию В будущее Мы же должны Для современности Ставить вопрос Да По новому Ослуслять Все это Значит Что делать Вот Просвещаться Быть похожим На революционера Рахметова Значит И Воспринимать Вот эти Вот Революционные Идеи Действия И желательно Самим Строить Новую Жизнь Будущую Жизнь Прогрессивную Жизнь В интересах Человечества И конечно Этот ответ Он и тогда Был хорош И сегодня Он хорош И скажем Владимир Ильича Я думаю Многие читали Что Владимир Ильич Брал пример С Рахметова Рахметов На него Сильно Повлиял И в значительной Мере Под влиянием Рахметова Значит Владимир Ильич Стал таким Неколебимым Революционером Вот Быть похожим На закаленного Рахметова Причем Значит Там были Другие Статьи Заметки Значит На эту тему Что делать Но Да У Ленина Есть работа Что делать Я думаю Эту работу Все знаем Поэтому я ее Сегодня не вспоминаю Да Все мы знаем Что Владимир Ильич Там поставил Вопросы Идеологии Вопросы Значит Привитие Идеологии Социалистической Рабочему Движению Там и так далее Работа 1902 года И Вскоре После этой Работы Ленина И Толстой Лев Николаевич Пробудился И создал Большой Труд Так Что же Делать Значит Там 26 У него Разного Рода Разделов В течение Нескольких Лет Он их писал В разных Газетах Публиковал Так не дали Ему еще Не разрешили Издавать Отдельным Оттиском Это была Целая проблема Там по изданию Этой работе Что делать А он Укоряет Во-первых Современное общество Во-вторых Царизм В-третьих Призывает Значит Трудящихся Людей Богатые Классы Что мол Дорогие Толсты Вот же Нищие Голодают Умирают От голода Каждый год Они же Наши братья Давайте Мы им Значит Посочувствуем И поможем Вот Ну и надо сказать Что Из этого Выросло Не только Из этого Но мне кажется В основном Из этого Произведения Выросло Целое движение Толстовства И скажем Были Общины Толстовцев Они-то жили До 17-го Года Значит Участвовали Там в революции И Ходили на Всякого рода Заседаловки И проповедовали Что Лев Николаевич Вот нас научил Давайте у него Брать пример Ну и так далее Там и подобное Так что Вот этот вопрос Что делать Значит Он Осмыслен В разные времена Выдающимися людьми И мы его Конечно же Часто вспоминаем Может быть Даже не вспоминая его Сами Мы-то уже решаем Практические вопросы И ставим себе Значит Вопросы Ответы Что делать И вообще В данной ситуации В данной эпохе И в текущей ситуации И в отдельных Каких-то мероприятиях Там на съездах И так далее Все время Ставим вопрос Что делать Или что сделать Сегодня Или что сделать В этой области То есть Для нас Это очень живой Второстепенный Вопрос Но все равно Я думаю Полезно было бы Его обсудить И в такой вот Исторической Перспективе И я думаю Что мы его еще Обсудим В этой исторической Перспективе Да Вопрос дошел До литературной формы Вот Такого вопроса Долго не было Но он все-таки Появился И я в нескольких Своих работах Уже о нем говорил Может кто-то Натыкался На эти размышления И это вопрос Чего же ты хочешь Это кто сформулировал Кто Кто это говорит Я не слышу Степан Степанович Конечно Он все Подкованный Да А и вчера На лекции Мы говорили Об этом Да Кочетов А уже не помним А это Выдающееся Было явление Так Решите Присесть А то что Я кричал Комиссар Выдающееся Явление Было Что Извините Это Который Кочетов Писатель Писатель Сеулт Кочетов Сеулт Анисимович Кочетов Автор Журбина Да Журбины Фильм Большая семья По нему Да Тоже Конечно О нем Кстати О нем Тоже Начали Разговаривать Вот в последнее Время Вот Причем Даже Вот такой Известный Публицист Нынче Фурсов Вот Специальную Беседу Провел Там В редакции День О Кочетове Об этом Об этой работе Потому что Она Уникальная В своем роде В какой-то мере По глубине Уникальности Сравним Только фильм Вечный зов Вечный зов Я думаю Все смотрели Да И я думаю Что вот Надо бы найти Человека Киноведа Который бы Вот этот Богатейший Источник Советское кино Вот с этой точки Рассмотрел Ну и сделал Вот тоже Типа Вот такой Лекции Как я делаю Но на материале Кино То что Из всех Искус Для нас Важнейших Важнейшим Было кино И Это Совершенно Точно Вот вчера Я как раз На лекции Степан Степан Свидетель Рассказывал Что отнынче Парни В кино Сводить девушку Не могут Почему Потому что Билет стоит 300 рублей Да за девушку 300 Ее же Не поведешь В кино За ее деньги Да Ее Приглашаешь Если За нее И Платишь Самая главная Девушка Скажет Только для меня Да Конечно Скажет В виде в этот Самый В клуб Начнем Что ли Бывают И такие Девушки Но я имею Ввиду Нормальных Таких Простых Девушек Да Теперь Раньше В кино Еще и С мороженым Тоже Там Значит Было По 10 Копеек По 12 Копеек Сливочное 9 Копеек Молочное 12 Копеек Сливочное А сейчас Тоже С мороженым Тоже Понимаешь Итого Тысяча Рублей У кого Из парней Молодых Есть Тысяча Рублей На кино Ни у кого Нет Если они Не бизнесмены Или дети Бизнесмен Да Так вот Значит Вот это Выдающееся Событие И тоже Я о нем Лекцию Когда-то Отдельную Сделаю А пока Вот такие Внешние Обстательства Показательные Для этого Произведения Оно Создавалось В 67 68 Годах Отчасти В 69 И Опубликовано Оно Только По той Причине Исключительной Что Сам Был Главным Редактором Журнала Октябрь Никто Другой Это Произведение Не Опубликовал Но Даже Он Значит Когда Попытался Издать Отдельный Том В России В Москве И Ленинграде У него Не получилось Он Издал Только В 69 Году В Белоруссии Там Видимо Нашел Таких Товарищей Закаленных Да Вот И там Значит Опубликовал Это Произведение Уже Одно Это Показатель Значит Насколько Это важно Насколько Это было Своего рода Опасно Значит И в политическом Смысле Да И в личном После этого Он Заболел И вскоре Умер Ведь Вот Причем Я с удовольствием Увидел Недавно Проезжая В Новгороде По улице Смотрю Стоит Памятник Приблигделся Кочетов Причем Большой Такой Бюст Но Высотой Ну Наверное Вот с дверь Такой Такой Масштабной И высокий Бюст Из красивого Желтого Камня И вот Сколько Я интересовался Не могли Мне Сказать Из чего Он делал Может В интернете Есть Да И в Москве Тут я шел В институт Философии По улице И Напал На Памятную Доску В этом доме Жил Селуд Кочетов Хороший Такой Дом Сталинского Дипа Сталинской Постройки Вот И вот Там Эта Памятная Доска Стоит Да И Значит Вот Надо Два Обстоятельства Отметить С одной Стороны Это написано Вскоре Относительно Вскоре После 22-го Съезда На котором Был совершен Переворот Политический И конечно Он Как человек Глубокий И такой Коммунист Это Видимо Глубоко Переживал И сам Сталинист И теперь Вот теперь Только Это понятно Насколько Быть Сталинистом Тогда Это Было Опасно То есть Сталинист Выгоняет С работы А если Ты против Сталина Делай карьеру Как Солженицын Или Как Евтушенко Или Там Целая Плеяда Таких Вот Тем не менее Значит Он На это Пошел Ну и Чего же Ты хочешь Значит Вопрос Поставлен Ребром С одной С одной С одной Показаны Болячки Болезни Общества Проблемы Которые Уже Били В глаза Значит В то Время Вопросы С другой С одной Вставал Вопрос Кто Виноват Вот Ну и Отсюда Вытекала Значит Дальше Мысль Ну а Чего же Ты хочешь Причем Этот вопрос Задает Белый мигрант Давно Живущий За рубежом И здесь Теперь В Советской России С разведывательными Целями И у спекулянта Там Генки Он значит Спрашивает Чего же Ты хочешь В том Смысле Хочешь Ты Чтобы Твоя Сторона Победила Или Чтобы Наоборот Ее Разорили Победили А что И что Спекулянт Вам скажет Поэтому Я то думаю Что Значит Ну может быть Литературно Так Можно было И нужно Сказать Хотя Серьез Поглубоками Вот Сегодня С нашей С наших Времен С нашей Ситуации Этот вопрос Надо бы Задать Брежневу Да В те времена Это же время Брежнева Чего же Ты хочешь Товарищ Брежнев Или Чего ты Хочешь Товарищ Горбачев Горбачев Товарищ Андропов Чего Вы Все Хотите Ну И Как Вы Ответили На Этот Вопрос Вот Вопрос Да Чего Они Хотели Так В общем Виде Я думаю Сейчас Отвечаю Значит Они Хотели Покоя Они Уже Хорошо Устроились Вот У них Санатории Шикарные Обслуживание Там Хорошее Зарплата Автомобили Дачи И Все Такое Прочее И Только Бы Поменьше Ответственности А Сувозу Все Не Завидово И На Охоту Там Примашки По Другой Под Дичатинку Хорошая Жизнь Коммунизм Что И Отражали Некоторые Анекдоты Того Времени Задавали Вопрос Тогда Кто Сочиняет Антисоветские Анекдоты И Сочиняют Те Кто Сидит А Нет Где Сидят Те Люди Которые Сочиняют Анекдоты Так Они Сидят И Кивали Сверху Вот Там Диссиденты Вот Моя Однокашница Однокашница Сейчас Знаменитый Философ Татьяна Горящева Вот Она Диссидентка Или Там Кто Там Еще Были Да Это Вот Недавно Умерла Как Ее Лебедева Людмила Алексеева Людмила Алексеевна Вот Она Вот Там Диссидентка Вот Где Были Диссиденты Главный Кстати Это Я Тоже В Какой Статье Писал Они Там Сидели Наверху И Отвлекали Внимание Вот Такими Алексеевыми Горячевыми Евреями Там Которые Хотели Выйти Хоть В Израиль Еще Там Какой То Ерундой Великая Опасность Солженицын Даже Солженицын Сидел Бо Здесь Где Нибудь Ссылки Себе И Крапал Бо Свои Дурости И Ничего Это Никому Не Жаль Ни Холод Не Было Да Еще И Печатали Еще Можно Было В спецхрам Пойти В публички И Почитать Там Этот Архипелаг ГУЛАГ А так Вот Тоже Читали Только Подпольно Это И Было Какой Антисоветской Такой Деятельностью И Даже Некоторым Задором Я Его Тоже В те Я Как Человек Интересующий Раз Интересующий Человек Он Найдет Поэтому Никакой Тут Тайны Не Было Это Выживал Интерес Запретного Яблока Запретное Яблоко Интересно Так Что Значит Вот И Да В то Время Эта Книга И Сейчас Вот Она Имеет Чрезвычайно Большое Значение Идейное И Такое Философское Размыслительное И Помогает Нам Осмыслить И нынешнюю И ту Ситуацию И нынешнюю Вот Ну и Вот До Последнего Времени Пока Я не Решил О них Рассказать Я Вот Так И Говорил О Четырех Коренных Вопросах Что Вот Есть Такие Четыре Коренные Вопросы Поставленные Серьезными Людьми И Эти Вопросы Сохраняют Значение И Так До Сих Пор И Поэтому Полезно Знать Не только Их Постановку Авторами Но и Разработку Как Вот Они Скажем В Истории Развивались И Как На Них Отвечали Да И Вот Размышляя Над Этой Эволюцией Я Понял Что Они Вот Эти Вопросы Они Недоработаны Вот Некоторых Вопросов Такого Же Рода И Даже Как То С Ними Связанные Значит Еще Есть Но Они Не Поставлены И Первый Вопрос Такого Рода Это Что Случилось Что Что Случилось Прежде Чем Кто Виноват Да Что Случилось Что Мы Ищем Виновных Если Мы Ставим Вопрос Кто Виноват Значит Что Случилось Такое Непредвиденное Вдруг Поставил Нас Тупик Поставил Нас Перед Противоречием Герцена Да И Да И Нас Сегодня И Мы Отвечаем На Этот Вопрос И Вот Скажем Когда Ставишь Этот Вопрос Сегодня Перед Нашими Товарищами То Удивляешься Разнообразию Ответов Во-первых Классовые Ответы Это Само Собой Я В этой Аудитории Даже Не Вспоминаю Товарищи Понимают Что Каждый Класс Что Случилось Мыслит По-разному Буржуазия Лопает В ладоши Позавчера Отметила Юбилей Значит Горбачева Да Продлит Аллах Его дни Я Все Молюсь Чтобы Дожил Он До Демократического Суда Уже 90 Ему А Демократический Суд К сожалению Все еще Не наступает Поэтому Пусть Его Хранит Аллах А Вось Доживет Да Значит Буржуазия Она довольна Случилась Наконец-то Долгожданная Свобода Буржуазная Теперь Можно зарабатывать Миллионы и миллиарды Строить дворцы За городом Ездить На Своих Шикарных Яхтах Значит За рубеж Вот Абрамой Сейчас уже Новую яхту Построил Себе За миллионы За сотни Миллионов Долларов И Прелесть Конечно Случилось Самое Что ненависть Хорошее Дело Которого Они давно Ожидали Которое Они исполнили И Они хлопают В ладоши Замечательно Слава Богу Что Наконец Разрушилась Эта Вот Тюрьма Народов И Дождались Свободные Буржатные Жизнь Демократии Наконец Дождались Вот Но Понятно Что Трудящиеся Сейчас Хотят Укусить Локоть Но Локти Как известно Не укусишь Да И Я вот Думаю Дедушки Бабушки Рассказывают Молодежи Как они Ходили в кино По 10 По 25 Копеек И Ели Мороженое За 12 Копеек Наверное Рассказывают Думаю Вот И Я-то думаю Что вот Нынешняя Молодежь С одной стороны Она уже вышла Из-под советского Идейного Давления С другой стороны Ее жизнь Сталкивает Значит С нынешними Реалиями И с давлением И я думаю Что не только Она будет Подчиняться Но она будет И своими Значит Мозгами Думаю Думаю Искать И находить Правильные Ответы На такого Рода Вопросы Да Но это Вот так Вот в общем Плане А в конкретном Плане Что случилось И он скажет Ну недавно Тут была Большая Да Она собственно Не закончилась Она еще Идет Продолжается Что случилось Ну наконец Дожили до Контрреволюции Наконец Поняли Что идет Контрреволюция Или даже Завершилась Она уже Контрреволюция Значит Но Когда она Началась Когда она Закончилась И может быть Она не закончилась Это дискуссионные Все вопросы Ну и Скажем Я Не первый Ли Об этом Заявил Михаил Васильевич О контрреволюции На съезде КП Росерот Может Виктор Аркадьевич Как свидетель И участник съезда Скажет Что это Едва ли Не первый раз Было Произнесено Что Контрреволюция Произошла Вы выступаете Залом За контрреволюцию Ну руководство По крайней мере КПСС Так вот Я думаю Товарищи Переход от одной Формации к другой В теоретическом плане На пути вперед Не просматривается На пути назад Просматривается Но это уже Не революция А контрреволюция Это 90-й год Июнь 90-го года Оно уже завершалось Она же не возникает Вдруг Сегодня На завтра Вот Вчера там Собрался пленум Какой-нибудь Январский Вот был С 87-го года Простуденный Экономическим Образом Товарищи решили Что нужна Перестройка И на самом деле Заложили Значит Что это будет Буржуазная Перестройка Не так ведь А все эти вещи Они же зреют Они становятся Как долго мы здесь Изучали вопросы Диалектики Да Это простая категория Становления Вопрос Проблема Не возникает сразу Или событие Не возникает сразу Оно становится Все Начиная От человеческой жизни Начиная С дерева С деревяшки Со стола Вот этого Да И кончая Я не знаю чем Солнечной системой Человеком Семьей Государством Политикой Политическим течением И конечно Контрреволюцией Революция Становилась Сто лет Почти В России С 25-го года Когда декабристы Выступили Весь 19-й век Зрело Вот это вот Революционное сознание Поэтому Ленин И пишет Россия Марксизм Выстрадала Это вот эти мерзавцы Будуржалы Ну Марс Там какой-то Марксизм Это не серьезно Это старые Они от 100 лет жизни Это не то писание Как у них Однодневки В газету Теснуть Там или По каналу Какому-нибудь В интернете Выступить А это Сидениями Ночными Годовыми Выстрадано Все И основоположниками Марксом Сенгельсом И Лениным Значит И вот этими писателями О которых я назвал И все это Под прессом Политическим Под давлением Что вынуждены Были Герцен Уехать Не только Герцен Там целая Плеяда Уехали В Европу Ленин Целой группы Уехал В Европу Значит Здесь вот Этот Кочтов Был под таким Давлением Я уж не говорю О массе других Кстати Вот этот вопрос Он недоизучен О Марксистах И антисталинистах Именно Вот надо Я думаю Прямо Этот поставить Вопрос Раз мы говорим Что Антисталинизм Это острейшая Форма Значит Идеологической Борьбы Поэтому Это он возник Он не Прихоть Хрущева Не случайное Там попадание Выбор Оригинальная Статья Там Или мысль А это Сознательное Течение Было Большое Давящее Все кругом Попробуйте Что-нибудь Выступить Даже на Собрании В защиту Сталина Я уж не говорю Даже литература Была из Библиотек Изъята Сталинской Сталинской Собрание И Казалось Раньше Ну ладно Это в интересах Общего дела Ну перетерпим Там без Сталина Главное Что Ленин У нас есть А оказывается Вот как Значит А Логический Или с точки зрения Категории Фундаментальных Это простая вещь Раз Социализм Приходит То Он есть Но как Приходящий Почему Потому что В возникновении Есть прихождение Учит Диалектика В прихождении Есть возникновение Значит Пока На возвышающейся Стадии Возникает Социализм Но в нем Прихождение Уже Есть И В переходный Период с этим Прихождением Борется Побеждают Его И тогда Рождается Социализм А здесь Наоборот Значит Прихождение В прихождении Были Была борьба Были Значит Коммунисты Антисталинисты В том числе Вот мы С Виктором Аркадьевичем Выступали В те времена И против Горбачева И против Ельцина Значит Проводили тут И митинги И демонстрации Значит Но Он был Приходящий Мы были Здесь уже Значит Моментом Не мы целые Уже были А Целым Уже был Значит Политическая форма Государство Целое А мы Только борьба С этими Явлениями И никуда От этого Не денешься Причём Ведь мы Мы-то Многого Не понимали Ещё тогда Он же Всё-таки Социализм Он в прихождении Но социализм И мы Боролись За то Что есть Социалистического Здесь Так что Вот этот вопрос Значит Что случилось Он очень сложный И он Значит Неосмыслен глубоко Я говорю Даже вроде Компетентные люди Вот из нашего окружения Значит Нет Диктатура пролетариата Была до самого 91-го года Это Пока социализм Был Это государство Диктатура пролетариата В учебниках Ленин Об этом Не говорил Что Социализм Пойдёт И потом И потом Диктатура пролетариата С ним Да Для них Этих проблем Не существовало Не было ещё Теперь эта проблема Возникла Ну и что Мы будем повторять Эту догму Что Значит Социализм Раз Значит Диктатура пролетариата Раз вы за неё Боретесь Значит она есть Нет Конечно Диктатура уже давно Буржуазия Другое дело Что Она Связана И формы Во многом Они ж хитрые тоже Люди Это умные Они марсинцы Тоже знают Все идеологи Они марсинцы Прекрасно знают И нас прекрасно Обманывают Кроме Яковлев Это вот Он и моральный Какой хотите Урод Но что он Урод Ладно Это единичное явление А Удивительно То Что Значит Вот этот урод Заявляет Уродливые формы На заседании Политбюро И как пишет Легачёв Значит Ну Пошумели Что-то Погалдели Ну и разошлись И я удивился Что вот Яковлев Так нагло Значит Ставит вопрос О том Что Пресса Чего же на неё Ругаться Она отражает Это зеркало Оно отражает Ту жизнь Которая есть То есть Это главный Идеолог И проповедует Теорию зеркала Которого Они изучали Которую Они изучали Значит У Ленина У Ленина Все Я уверен Читали Они эту Работу Ленина Партийной Организации Партийной Литературы Где Ленин Разбирает Этот вопрос И показывает Что Значит СМИ Они партийные И разные 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 Газеты Разные Средства Массовой Информации Они проповедуют Программы Тех партий Которые Значит Направляют Которые Мир руководят И тут Значит В Политбюро Главный Идеолог Главным Коммунистом Вешает Эту Лапшу На уши Откровенно Открыто И они Это все Прогладывают Они Он говорит Погалдели Что-то Пошумели Ну Хочется Матом Сказать Вместо Того Чтобы Значит Взять Его За шкирку И выкинуть Вообще Из партии Они Вот Держат Главным Идеологом Члена Политбюро Вот Это Удивительно И Да Легачев Продолжает Что Мол Как же Так Он Не Не Сообразуется С Опытом Вот Эти Идеи Бросая Как раз Яковлев Сообразуется С Опытом Он же Знает Что Вы Не Будете Возражать Что Он говорит Яковлев На черное Белое На белое Черное И Что Мол Легачев Говорит Что Тот Не Считается С фактами Как раз Он Считается С фактами То Что Вы Уже Много Лет Говорите Одно А делаете Другое Вы На черное Говорите Белое А на Белое Говорите Красное Красное Зажимаете И Что Вы Хотите Правильно Поэтому Он Вас Уже Хорошо Всех Знает Голубчиков Просто Он Как Вот Это Отрицательное Начало Злое Начало Движет Миром Говорит Нет Так Он Говорит Гегель Вот Многие Считают Что Добро Правит Миром Это Односторонне Более Правильным Было Было Сказать Что Зло Правит Миром А Истинно Сказать Что Значит Зло Вплетено В жизнь И С ним Надо Бороться А Вы Там Сидите У Вас Вы Уже Живете В развитом Социализме У вас Уже Борьба Закончилась Вот Поэтому Зла Вы Уже Не Видите Мало То Что Сами Не Видите И Народу Внушаете И Рядовым Идеологам И нам Преподавателям Внушаете Что Значит Никакой Борьбы Нет У нас Общенародное Государство Общенародная Партия Поэтому Живите Случается Значит Бурно Растет Вот И Все Поэтому Значит Вот Эта Вот Проблема И Этот Вопрос Что Случилось Я Думаю Что Он Очень Животрепещущий Как Показала Вот Эта Дискуссия Он Не Выяснен И Но Он Если Не Выяснен То Он Сразу Понимается Теми Кто Вот Сазами Диалектики Знаком Кто Понимает Что Правильно Сказать Что Бытие В становлении Есть И Правильно Сказать Что Бытия В становлении Нет Во-вторых Правильно Сказать Что Ничто В становлении Есть И Правильно Сказать Что Ничто В становлении Нет Это Все Правильные Формы но не истинные. Почему? Потому что ничто в становлении – это возникновение, а бытие в становлении – это прихождение, и они есть одно в другом. Это вот у меня была замечательная ученица Скобеева Ольга, знаете Скобеева, вот она изучала со мной диалектику. Я им рассмотрел возникновение, она руку поднимает и говорит – Александр Сергеевич, а разрешите, я прихождение рассмотрю? Я их глаза выпучу. Думаю, как это так? Ну, говорю, давай, и точно. Она по этой же лойке, по которой рассматривается одно, рассмотрела и другое. видимо, очень острый такой ум сосредоточиться умеет человек. Она это схватила сразу. Но это трудной материи, скажем, вот мы много же их изучаем, вспоминаем, и это с большим трудом доходит человек. Но это надо схватить. Без этого нет понимания глубоких вопросов. Или вы понимаете эти вопросы? Тогда вам внят… Да, вот, нечаянно выговорилось, вспомнилось стих Блока. Нам внят… Нам, русским, скифам, русским, нам внят на всё и острый гальский смысл… Гальский и французский. Остроумие французское. И острый гальский смысл и сумрачный германский гений. То есть немецкая классическая философия. Она действительно сумрачная. Некоторые… Гёте на Гегеле говорят «тёмный». На Гераклита в Древней Греции говорили «тёмный». Он такой же диалектик. И на Гегеле вот Гёте высказался «тёмный». И действительно, это трудные всё вещи, трудные чтения. Но если вы хотите разобираться в том, что случилось глубоко, без этого нельзя. И вот, скажем, даже некоторые наши товарищи, которые постоянно с нами общаются, значит, удивительно, что таких вещей не понимают. Так что я бы вот этот вопрос, значит, поставил. Ну, я его, собственно говоря, поставил. Надеюсь, может быть, кто-нибудь найдётся из писателей и что-нибудь нам такое напишет. Но и, конечно, к этому вопросу, что случилось, это в таком общем плане. А, скажем, к нему, конечно, такой подвопросик, что происходит сейчас, сегодня? И в этом смысле, конечно, вот конкретные экономисты, они тут более подробно и более точно могут нам рассказать. Или практические политики, как, скажем, Виктор Аркадьевич или вот Степан Сергеевич или кто-то ещё, которые занимаются практической политической борьбой. Да, ну и я бы тоже поставил таких в число основных вопросов заглавия работы Ленина «С чего начать?». Вот это тоже такой серьёзный вопрос, я считаю. Вот с чего начать? Любое дело, а тем более большое. Хотите преобразование начинать – с чего начать? Что вы хотите перестраивать и во что? Из чего начать, как говорил известный товарищ? Да, это вот надо же дойти до таких постов и начать, сформировать, процесс пошёл, углубить, да. И самое главное, что за ним все повторяли. Да не надо. Не все, во-первых, а во-вторых, не все. Вот мы с Виктором Аркадьевичем не повторяли. Ну, вы-то. Вы совсем другое дело. Так вы все, вы говорите, а все? Нет, я думаю, что вот на телевидении выступает и тут же… Ну, кое-кто, не надо. За ним повторяет и… Ну, журналист, да. Он тоже такой же тёмный, как и Горбачёв. Ну, он не тёмный, он просто подвижился. Да, ну и ещё один такой хороший вопрос, который я потом тоже, надеюсь, отдельно рассмотреть, это сформулировал Горький. «С кем вы, мастера культуры?» Я думаю, что вот он… Он повторяется этот вопрос. Мы его слышим в передачах, в статьях, там, какими-то такими упоминаниями. Но это серьёзный вопрос. Я бы его даже немножко расширил, назвал его так. «С кем вы, специалисты, служащие и мастера культуры?» Ну, то есть, вообще, в широком смысле интеллигенции. И прямо им, так сказать, перед глаза дать вот это. Вот, может быть, найдутся какие-нибудь талантливые молодые писательские силы, напишут вот такие труды. Там у Горького это всё-таки так относительно узко сказано. Вот, а тут могло бы быть такое хорошее социально-историческое полотно. Так что, вот такая эволюция таких вот коренных вопросов, которые мне кажется, что вот сегодня нужно обсуждать, в какой-то мере уточнять и вот эту тему, значит, обсуждать. Особенно с молодёжью, так сказать, в такой жизни, в обыденной. Вот так бы я осветил эту тему. Спасибо, Александр Сергеевич. Это вопрос или? Вопросов, по-моему, нет. Но есть написавшиеся на выступление. Виктор Акаевич, пожалуйста, вы первые. Александр Сергеевич, спасибо. Все сразу выразим, значит, Сан Сергеевич. Я уже говорил, и сегодня хочу подчеркнуть это. Мой учитель, так, которому я некоторые зачёты сдавал. Я говорил и повторяю, что он преувеличивает. Не с первого раза. Значит, хотел бы я, значит, отметить, что мы крутимся вокруг, с подачи Ксана Сергеевича, вот такого основополагающего тезиса Маркса. Как помните, он сказал, что до сих пор философы Лишь не объясняли мир. Да, только. А мы с вами замахаемся на то, чтобы разъяснить, что надо делать и как его изменить. Изменить. Вот там, конечно, значит, в этой постановке вопрос за такое зерно, а вот уж как на него отвечать и что делать, так сказать, это, конечно, гораздо сложнее. И не факт, что мы, так сказать, без собственной практики и прочее сейчас готовые советы и рецепты выдадим там на будущее. Но, значит, вокруг чего поразмыслить, в том числе и с названным Александром Сергеевичем, да, очень даже есть. Ну, например, вот он правильно начал. Кто виноват? Вот если спросишь, что, так сказать, там, через одного, не только КПРФ в развале союза и поражении социализма, все, так сказать, часто, процентов 70 выдаст. Вот Горбачев, Ельцин, Ельцин, Горбачев там и... И более того, когда мы на этапе движения коммунистической инициативы выступали против курса на рынок и Горбачева, и Горбачевщины, наиболее таким часто встречающимся упреком в начало то, что вы бы лучше боролись с Ельцином, да? Что вы критикуете, Михаил Сергеевич? Он, нападая на Горбачева, вы на КПСС нападаете, ну, и так далее. А в принципе, в этом народном мнении Ельцин-Горбачев, Горбачев-Ельцин, значит, оно много заключается смысла, истины. Потому что ведь в глазах обывателя или простого человека, скажем, даже не обывателя, кто такие Ельцин-Горбачев? Воспитанники КПСС, да? Руководители, номенклатурные деятели. Более того, вот Горбачев лично мне, лично мне, говорил, что он до последних дней останется коммунистом. Это было 4 апреля 1990 года, вот, на совещании, когда мы движением коммунициативы гнули линию о создании российской Компартии и так далее. А Ельцин? Ведь он на первых выборах, на главных выборах, в 89-й год, когда он идет по округу номер один в депутаты СССР, на вопрос журналистов, кто для вас идеал человека и политика, отвечал абсолютно твердо – Ленин. Поэтому за этими фамилиями Горбачев, Ельцин стоит ведь дальше партия, состав партии, а где вы и остальные коммунисты? А где вообще гарантия, что вы не так же и не повторите – вот о чем речь идет, за всем за этим. Поэтому, дальше, значит, хотел бы, значит, мостик небольшой переделать в воспоминаниях. Правильно, Александр Сергеевич сказал, что мы-то ведь боролись с этим. Боролись. Движение коммунициативы, на том съезде, в том числе выступал Михаил Васильевич, да? И вопрос он тогда с трибуны ставил так – перестройку называют революцией. Верно ли это? Что такое революция? Революция – это, значит, переворот, когда на смену одному правящему классу приходит другой, более прогрессивный класс, да? Теперь давайте зададимся вопросом – это кто же у нас идет на смену, так сказать, какой класс прогрессивный? Речь уже идет о приватизации. Кому они достанутся? Предприятия – это, может быть, рабочие с крестьянами сумеют, или, может быть, инженеры с научными работниками, или профессорами приобретают. Так выходит, на смену класс идет другой, те, которые имеют киневые доходы, миллионы, миллиарды и прочее, то тогда это может быть? Может. Но тогда это называется уже не революцией, а контрреволюцией. Это я к тому, что борьба-то была, и мы действительно боролись и прочее, но вот здесь нам надо для себя во многом отвечать на вопрос, почему наша борьба тогда, ну, не привела, по крайней мере, к тому, что мы смогли дать этот клуб задержать это движение. Определенный результат она дала раз. Это не веренец, несомненно, потому что мечта Горбачева была с красным знаменем двигаться, так сказать, в капитализм. А вот так, чтобы поднять массы и все-таки контрреволюцию задушить, в сторону социализма развернуться и повести, это не очень получилось. Наверное, потому что, значит, в определенной степени, значит, и доверие было утеряно, и сами трудящиеся массы, вот такими осознанными сторонниками социализма, на тот момент уже не являлись. Ну, не получилось. И, в принципе, это явление не новое в истории. Помним, что описывают классики, да? Случались перевороты и раньше, и свергали власть, приходили, так сказать, другие ребята, только они сами становились на место власти, и сами становились теми же эксплуататорами, теми же господами, так. У нас произошел такой же переворот, как растянутые десятилетия, но, в принципе, так сказать, та же самая картина. И вот здесь, где-то зерно наше, значит, и то, что нужно обдумывать лежит в плоскости, что диктатура пролетариата в форме Совета – это не просто власть для трудящихся, это власть самих трудящихся, да? А вот этих самих, чтоб они чувствовали, понимали, осуществляли, были сопричастны, не отчуждены. Вот это чрезвычайно сложный вопрос. Это тот вопрос, о котором Владимир Ильич, значит, в своей знаменитой цитате о кухарке, да, подчеркивал. Не может, мы не утописты и понимаем, что сегодня же любой чернорабочий и любая кухарка не могут немедленно приступить к управлению государством. И в этом мы согласны и с меньшевиками, и с Бережковской, и с Сорители, и там, и прочими. Но, в отличие от этих господ, мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, что управлять государством могут только богатые или из богатых слоев взятые чиновники, так? А дальше переход, что поголовно надо учить, учить и начинать привлекать к управлению государством всех тех, про кого идет речь. Вот эта чрезвычайно сложная задача, она и нам на сегодняшнем. В теоретическом плане мы все говорим, что мы понимаем, мы за, а вот как это осуществлять и как это делать, это очень сложно. И, значит, вот как практически, что ли, там, политик, и как заводской парень, я и сейчас часто, значит, возвращаюсь к мыслю, к тому, что как же так, имея такие ресурсы, имея такие рычаги управления, имея такую абсолютизацию власти, в том числе партийники, о которых сегодняшние губернаторы мечтать только могут, не могли решить вопросы наполнения прилавков, обеспечения там этими цветами перед 8 марта и прочее, наличие кафешек, ресторанов, пивных, так сказать, заведений и прочее, прочее, это тоже вопросы политические. Точно так же, как Ленин говорил, что вопрос о колесном масле и свертенной смазке политический вопрос, точно так же эти вопросы. Я уже был, как бы сказать, втянутым в движение, когда имел возможность, так сказать, наблюдать возвратившегося комсомольского работника из той же Чехословакии. Вот вижу, что он поникший несколько, поникший. В чем дело, наконец, объяснить? Ну, понимаете, Виктор Акаевич, вот зашел я в магазин, а там, значит, вот 36 сортов колбасы. И вот он уже, вот его бьет по мозгам, и он... Все-таки это... Хорошо, заканчиваю. Значит, я хочу сказать, что, значит, в том числе ряд этих вопросов я предлагаю разобрать, вот на той лекции, которая у меня в скором времени предстоит. значит, диктатуру пролетариата как инструмент пробуждения человека в коньяке, да? И в том числе подумать над такими вопросами, которые из этих тем вытекают. О том, как сейчас нам себя вести, когда, с одной стороны, проявляются общественные волнения, недовольства в виде выступлений, в том числе по призыву Навального и компании, да? А с другой стороны мы понимаем, что Навальный, да это, так сказать, шила на мыло, если не хуже в этом деле. Но, значит, вполне, вполне определенные ей настроения и недовольства в этом явно видны. И как это... Не то, что использовать. И как просвещать, как раскрывать глаза, как направлять, как помогать. И как лже-пророков отодвинуть сторону, а коммунистам в этом деле, значит, помочь организоваться и увидеть правильное направление, это большой-большой вопрос. Этим надо заниматься. И в качестве примера я заканчиваю, прошу прощения. Я хочу сказать, что вот наши товарищи из Компартии Греции, они в условиях капитализма живут, да? И до революции они понимают, что в отдельно взятой Греции сейчас или скоро вряд ли, но... Они у нас лет 10-15 назад запросили материалы по поводу дискуссии товарников, антитоварников рынка непосредственно общественного производства, которые мы им здесь подобрали, дай бог память, там на 100 тысяч страниц примерно, понимаешь? Туда копий, подлинников, журналов и так далее. А потом трех профессоров, Михаила Васильевича, покойного Воловича и Еброву Томилосину, туда на чтение лекций на полторы недели отправили. То есть они изучают, а как надо, а как... А сейчас они с аналогичной просьбой обратились, чтобы мы им предоставили материалы о управлении культурой и искусством со стороны партии и правительства в условиях социализма, как оно было. И такой вопросник, что если, так сказать, серьезно взяться, там, наверное, на пять диссертаций можно вложиться и то ли. Я к тому, что сам пример, что люди думают и готовятся, а как? Готовятся в том положении, когда еще очень-очень-очень далеко будет. То есть прежде, чем долететь до Луны и вступить там-то на Марс, надо все продумать, а как дальше будет, а как будем строить, а как возвращаться, что делать. Спасибо, прошу прощения. Товарищ Ильич, пожалуйста. Хочу выступить против утверждения докладчика о том, что в СССР... О том, что в СССР произошла контрреволюция уже в 60-х годах Хрущева. И я считаю, что вот ваши доказательства, так как вы начали со становления, а это неверно, потому что тогда уже после Сталина социализм в СССР был, как говоря вот этими словами, определенное наличное бытие, и в нем внутри не становление, а определенное наличное бытие. И в этом бытие было отрицание. Плохое и так далее, и все плохое, оно развивалось. Но главное было и оставалось до 91-го года социализм. В каком месте? Спасибо. Я же так и говорю, что был социализм. Но в прихожение. Он был, но в прихожение. Брежнев, Антропов и Горбачев одинаково ответили на вопрос «Чего ты же хочешь?» Такое. Вот они по-разному отвечали на этот вопрос. Горбачев осознанно хотел частной собственности, осознанно инициативно. Антропов не знал, хотел ли он частной собственности. Может быть хотел внутри, но не готов был проявить это и сказать, что система уже к этому повернет. А Брежнев не хотел частной собственности. Честно абсолютно. И до последнего своего дыхания. Уже приятно. А то, что Горбачев говорил, что он революционер, что он это же говорил и в ГДР, когда приехал туда за день до разрушения Берлинской стены. Буквально за день, зная об Эрике Хоннекере, встречаясь с германскими ГДРовскими коммунистами, он сказал, глядя им в глаза, мы за социализм до конца. А на следующий день он сказал о том, что нужно сносить Берлинскую стену. То есть Горбачев врал бесстрашно. Для него это не удивительно. Поэтому его слова ничего не значат. Горбачев хотел частной собственности. Потом он много раз в этом сознавался. В этом была между ними разница. Их нельзя ставить на одну доску. Это упрощение исторической действительности. Спасибо. Спасибо. Да, но я начну с последнего. Да ладно? Одинаково вообще в мире ничего нет. По большому счёту. Это в начале XVIII века Леевнис был принят Шарлоттой Дюссельдорской. Княгини. И ходят они по саду, беседуют. И Леевнис, кстати, это его была ещё юношеская диссертация. В 16 лет он написал на латинском языке о принципе индивидуи, о принципе индивидности, индивидуальности. Говорит, всякая вещь, она индивидуальна, сугубо индивидуальна. Вы не найдёте, он ей, говорит, двух одинаковых цветков на сирене. Шарлотта, ну что вы, Готфрид, пойдёмте я вам найду. Тык ему. Леевнис рассматривает. А вот видите вы этого цветка не так, значит, развернута верхушка-то. Да, не так. Ну ладно. А вот этот. В общем, короче, много они там цветов перерыли. И Леевнис всегда укажет, что чем-то этот цветок терений. Они там как проштампованные все, да, отличаются. Так и здесь. Ну и у меня краткое времени, у меня нет времени различия там между ними искать. А по большому счёту, да, они как контрреволюционеры, как антисталинисты, они одно и то же. Просто Горбачёв в более резком виде. И в наглом, циничном, и фальшивом, и ложном. В этом смысле, конечно, Леонид Ильич, он попростоладушный. Конечно, ему социализм нравился, я и говорю. Они хотели спокойствия. Всё спокойно. Посидели, поподписывали бумаги. Потом на машины их отвезли в Завидово. Они там, им подставили там кабанчика или лосика. Они пальнули, им его зажарили, погуляли, выпили. Ну, по пути там обсудили какие-то вопросы, может быть, полезные даже. Поэтому хорошая жизнь. А он что должен? Раз они сняли Хрущёва, нужно было не сослаться в волюнтаризм. А что за волюнтаризм? В каких вещах? Значит, теперь всю эту антисталинскую кампанию всерьёз прикрыть. А он её немножко так придушил. Почему? Потому что он тоже не хочет шума. Это надо ввязываться в борьбу, там сажать кого-то в тюрьму. Потом тебя тоже назовут каким-то антисталинистом. Для них уже это было болезненно. Поэтому в этом смысле они одни и тоже. Различий можно много хорошего. У всех у них хорошего-то можно найти. Нам позавчера-то показали Горбачёв. Какой он муж-то! Отец-то какой замечательный! Ну, душка – пример для всех! И они на этом, в общем, и провели беседу. Эта старушка Викторша… Ой, Тэтчер в него влюбилась! Я первая об этом сказала! Тэтчер будет влюбляться в кого-то, в кого-либо, тем более в Горбачёв. Ей нужен был для определённых политических целей. Она изобразила симпатию. Ну, всё нормально. Так, это по третьему вопросу. Что касается второго. Да, наличное небытие, оно сразу было с 1917 года. Раз оно есть наличное небытие в социализм, в нём есть небытие. И в 1936 году, и во время войны, и после смерти столицы… Кто главный победитель? Кто? Кто лидер в паре? Какой? Вот идёт борьба. Когда становление закончено, главное – бытие. А у вас получается, что наоборот? Раз уже контрреволюция буржуазная случилась, значит, уже они победили. Не случилось единого раза. Значит, опять-таки, ну, может быть, здесь недостаточно времени, вот, сегодня, да, для этого. Вот. Но есть мои выступления в интернете на эту тему, значит, где я… И печатный текст я запустил. Я его, правда, сам в глаза не видел, но Лещук, наверное, опубликовал. Можно на «Зарабочем деле» посмотреть. Что? В 1961 году произошёл политический, государственный переворот. То есть, поиду они вроде внутри, да, они вроде момент, а на самом деле государство – это целое. И сделали всех других моментами нас. Мы уже были отрицательным моментом. Ну, хорошие моменты-то были. Хороший момент. Мы боролись и продолжаем бороться. Но мы боролись против государства. В этом смысле и на первый вопрос я, Виктор Аркадьевич, отвечаю. Что? Мы-то боролись против государства, против диктатуры буржуазии своими слабыми общественными силами. Удивительно, что мы до этого додумались тогда. Удивительно, что мы, значит, бросили свои дела, взялись за это дело, показали пример, организовали инициативное движение коммунистов в России, провели три съезда. Больше-то никто не сделал, чем мы. Но мы были моментом, мы боролись с государством. Это ваша мысль, она была бы справедлива, если бы мы боролись на равных. Ну, действительно, вот мы на равных, но они оказались сильнее. А тут мы заведомо, уже было всё проиграно. Это были арьергардные бои, когда мы выступили. Уже поражение было предопределено. Куда ты против буржуазии? Это надо делать революцию. И, кстати говоря, до революции мы тогда, значит, до призыва к революции не дошли, а надо было дойти. Причём там тогда, в 89-м или в 90-м, сейчас не помню точно, но помню, что в университете Марселина Низа, на мойке, Ельмеев, этот директор там, Борис, как я забыл фамилию, я и говорю, что надо колоть партию самим снизу, а не ждать, пока её будут, её расколят сверху. Почему? Потому что, когда вы снизу бьёте стекло стоящее, оно расколется на две большие, от силы три части. А когда вы бьёте сверху, оно потом от него мелкие осколки останутся. И нам эти осколки и сделали. И осколки выпали КПРФ. Сначала там было, они говорили, 600 тысяч, по моей оценке было 200 тысяч. Ну, у нас тут, значит, немного. Вот и весь осадок. Почему? Потому что мы были уже под прессом диктатуры, и сопротивление серьёзное можно было организовать с победой, только революцией. Но на революцию мы были, конечно, уже не способны. Точка невозврата была пройдена, она ещё была пройдена при Брежне. Так, ну и вот насчёт изменения очень хорошо Виктор Аркадьевич вспомнил, что марсовский тезис 11-й последний. Значит, нас ориентирует на то, чтобы не только познать, но и изменить мир. Но изменение, товарищ Ижевский, это конкретное становление, говорит Гегель. Что такое изменение? Это становление, ставшее конкретным. И его тоже надо изучить. Ещё лучше изучить изменение. Становление-то в самом общем виде только. И то оно уже ориентирует. А вот категория изменения, она более конкретно рассматривает процессы динамики. Поэтому, во-первых, хорошо, что вы изучили наличное бытие. Подковаться ещё надо становление. И ещё лучше, если хорошо усвоить категорию изменения. Да, о культуре в сборниках этих, ленинских. Там воронцовские статьи, они почти все посвящены культуре. И политике культурной. Спасибо, дорогие товарищи. До новых встреч. Спасибо вам, Александр. Спасибо. Встречаемся в следующий четверг. Тема занятия. Проблемы создания первичных простоюзных организаций и пути их решения. Занятие проведёт председатель секции скорой медицинской помощи межрегионального процесса действия. Всё, спасибо дочке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...